Всем привет, с вами Жека, вы на канале Гараж Глафи Сегодня у нас будет Макс со своим Ижом в который он ставит двигатель от Хонды CB500, хотя на самом деле от Ижа там уже практически ничего не осталось так что погнали смотреть Так, ребят, всем привет очередной тяжелый день с постройкой этого Хонда Ижа, в общем сделал я такое вот крепление оно еще до конца не доделано сверху еще надо какую-то пластинку тоже так приварить ну и облагородить как-то по-красивому сделал еще одно крепление вот здесь, тоже с помощью вот этих ушей хотел еще приварить на этой стороне, но когда я его так, ну не то чтобы приварил а прихватил, я просто не вытянул мотор вот такая дилемма придется что-то мудрить с каким-то съемным ухом как я рассказывал в предыдущем видео на оригинальной Хонде, вот эта вот вот так вот нижняя часть рамы учитывая, что она дюплекс она просто снимается для того, чтобы поставить мотор потом это все в куче это вот прикручивается вот так вот все замудрено но я так посмотрел у меня все получается сделать если одно крепление будет съемное это по-моему даже лучше теперь у нас не становятся карбюраторы в принципе, если бы они были бы ну как бы отдельны возможно, по-моему как-то и стало ну то есть, по идее, должно бы влезть но по факту у нас тут получается вот какая-то если бы я знал бы, что это такое, конечно ну общий у нас, я знаю, подсос вот он общая подача бензина и общий фильтр этих самых диффузоров ну или как их там я не помню, как они называются честно в общем ну и все это такое вот монолитное ну поэтому я уже, кстати, спилил верхнюю часть поскольку я все равно буду занижать это все сделал вот такую вот перемычку для того, чтобы нам ну мне сейчас надо срезать вот это вот крепление вот надо срезать это крепление для того, чтобы поднять раму за счет от этого разреза вот так вот все замудрено в общем, я вот этот надрез сделал но мне кажется, еще маловато надо будет еще больше его сделать поскольку наклон очень большой в общем, как я это буду делать сейчас вот это все отрежу наклоню для того, чтобы была вот такая вот горизонталь допустим по карбюраторам чтобы они не задевали это все потом приварю и сделаю еще один надрез снизу для того, чтобы эту часть рамы верхнюю еще вот так вот заклонить ну то есть эта вся система будет идти вот так раз два три такая вот мудреная рама получается конечно это не так все просто как я думал буду уже делать это все на этой раме честно говоря я не знаю как бы было бы если бы я поставил ее натяжек верхнюю часть тоже пришлось бы там переваривать даже не знаю там очень мало места и по высоте мотор не подходил но если бы сделать большую дугу то в принципе или вообще срезать верхнюю часть то можно было бы поставить ну а наезжать соответственно вот то что получается заварился я уже сверху вот так вот побольше я понаваривал для надежности но это все еще будет зачищаться я так думаю еще приварю пластину сюда для более надежности вот такая высота получилась вот родное крепление и сейчас надо будет где-то вот здесь вот срезать снизу чтобы вот эту часть наклонить хотя бы на родные места вообще по факту получается очень какая-то большая рама ну по крайней мере мне так кажется хотя по факту ничего не поменялось ну вот как она была ижевская рама так и осталась единственное что вот нижняя часть ее как будто хочется вверх приподнять всю но это тоже нельзя сделать потому что вот надо какую-то защиту поддона пусть лучше если там за что-то будет засыпляться пусть лучше бьет по раме чем по поддону ось звезды она стала намного выше чем ижевская ижевская где-то вот здесь вот находится а это вот здесь ну то есть большая сильно разница мало того для того чтобы мотор встал в правильном положении по поддону и по поплавковой камере карбюраторов пришлось раму еще немного назад наклонить это в некотором роде хорошо чем хорошо тем что для чоперов очень хорошо когда наклон вилки большой да и для бобера в принципе тоже неплохо по крайней мере я отострою бобера и вот такой наклон мне очень даже неплохо смотрится в общем по бензобаку я еще даже примерно не понимаю какой он должен быть потому что ну хоть бы 10 литров поместилось бензина потому что очень мало места под бензобак придется бензобак какой-то уникальный делать вообще хотелось бы сделать каплю как на там на планетах планета третья допустим такая же или на тяжиках вот капелькой то есть не вот это вот все вот пространство как на ежах вот это вот все бензобак остальное все будет я так понимаю это просто как накрытие там ничего не будет будет вырезано все потому что карбюраторы мешают вот такие дела в общем сейчас я наклоню вот эту часть рамы приварю это все потом буду все это обваривать и пойму уже какое оно должно получиться по факту в общем после долгого секса с этим мотором и этой рамой я уже честно говоря у меня же сил даже нету на это все что можно сказать да что тут горит смотрите сами в общем что получается я уже прикинул вилку как я говорил наклон достаточно большой на видео это возможно даже не видно сейчас с другой стороны покажу вот короче что получается вилку конечно взял то что было у меня типичная фирменная вилка от Ижа почему фирменная потому что кривая сколько я ежей покупал ни разу я не видел ровную вилку да и чтобы сальники не текли но тут все в одном колесо тоже соответственно прикинул то что было тоже фирменная ежевская с лысой резиной вот короче сделал я такой вот перегиб вообще оно все в принципе подходит и вот здесь вот под самой рамой ход бензина там буквально осталось место для шланга я уже примерно придумал какой здесь будет бензобак трудно это конечно рассказать на словах но что-то чудное получится точно я же не ищу легких путей правильно дальше задняя часть рамы я вышел конечно на ту самую высоту что и была ижевская даже немного чуть-чуть опустил может на сантиметр вот это и будет его клиренс возможно чуть-чуть больше большой клиренс не хочу делать поскольку это должен быть так сказать типичный дорожный боббер возможно даже чоппер не знаю но я еще думаю насчет второго сидения ставить или не ставить но колесо будет вот такое стоять 18 дюймов резина 240-40-18 переднее колесо я купил такую докатку докатка мне обошлась недешево мне конечно говорят что дешево 600 чем-то гривен это R18 почему я ее взял потому что вот самое обычное ижевское колесо и оно просто сюда залетает это даст каких-то там пару сантиметров я думаю если вот такое посмотреть реально может 2-3 сантиметра ну и само собой резина здесь станет я думаю 160-70-18 ну что-то такое мне уже один знакомый пообещал такую резину тоже она будет стоить 600 гривен и так уже денег уже немало кинул надо немного повременить получается вот это вот докатка мне еще предложили сделать спецованное колесо с нее но это мне обойдется 2000 гривен если чисто само это грубо говоря сама работа мне еще нужна будет ступица спицы соответственно спиц надо 60 или 50 чем-то штук каждая спица 10 гривен и того получается это колесо я даже не знаю дороже чем я мотоцикл купил так в общем убрал я пока мотоцикл поскольку невозможно работать в таком сраче выкатил его пока на улицу надо что-то короче с этим делать так намного лучше теперь хоть есть место где развернуться продолжаем строить уже мотор снял наверное раз 50 поставил крышку и обратно вот так вот она смотрится эта вся часть еще покрасит черный цвет соответственно весь мотор тоже усилил получается вот эту часть сделал вот такой держатель так сказать мотора почему так это пришлось так сделать потому что вот эта вот часть должна быть съемной если она будет здесь приварена соответственно мотор не станет вот такая вот приблуда получилась ну она еще будет облагораживаться так по-красивому надо сделать чтобы она не выбивалась общего вида вот это я усилил но еще до конца не проварил сейчас буду проваривать вот вот эта вот часть я скорее всего что вот так вот отрежу нарежу тут резьбу и просто будет прикручиваться гайкой вот так вот она смотрится сверху вот это у нас получается держатель спидометра ижовский я туда заварил получается гайку а все это держится получается на вот этой гайке ну то есть есть два крепления которые будут держать мотор ну и соответственно третье крепление самого мотора более чем достаточно теперь я лучше заметил после того когда я это все поставил и поставил мотор обратно у меня получается здесь вот это вот подача подача топлива у меня здесь появилось чуть больше места это хорошо конечно но с другой стороны у меня мотор ушел чуть-чуть вперед и поэтому мне придется переделать вот эти крепления я вот пока на два крепления поставил на две оси но мотор держится отлично я бы сказал на своих родных трех креплениях он держится отлично но все равно здесь еще желательно еще какое-то крепление сделать где-то вот здесь или вот сюда куда я раньше думал для того чтобы он уже точно никуда не делся так я думаю вы уже заметили мне пришли наконец-то выхлопной коллектор выпускной коллектор в общем я перепробовал много вариантов он вообще должен быть цельный я уже его отрезал поскольку он никуда не становился оставил только так сказать колени я уже перепробовал кучу вариантов вот это вот колено то что большое получается оно должно быть на этой стороне но я их вот так чередую пробую как лучше выставить но я хочу как-то выставить так чтобы они выходили аккуратно с этой стороны вообще был вариант такой чтобы посредине их пустить но конечно нагрев очень большой и не хотелось бы чтобы оно еще нагревало поддон вот ну вот так вот он смотрится с трубами еще немного по шаманю надо будет их как-то так по-красивому вывести в одну трубу но будет это уже точно на этой стороне только что я вернулся с чермета вот мой улов значит что у нас тут крыло достаточно неплохое состояние я бы сказал на некоторых юпитерах которые я покупал даже и хуже бывало это заднее крыло так две пружины с какого-то скутера наверное скорее всего что дельта стойка ну это так захватил на всякий случай она мертвая в принципе но пружины обычно всегда могут пригодиться на какую-то вилку или еще на что-то когда-то делал с таких пружин спрингер вилку очень хорошо подходят бензобак восход почему именно этот я кстати первый раз покупаю такой вот бензобак я кстати его только заметил что он немного похож на кастомный бак сейчас вы увидите фотографию все поймете по форме очень даже похож ну и маленький бензобак скорпатов или с чего есть верховина может быть не знаю ну что-то такое тоже на всякий случай захватил потому что он внутри в хорошем состоянии видать недолго там лежал короче я уже перепил два бензобака лепил я вот эти бензобаки и свой он уже сколько делал ну короче я на это все потратил наверное дня два а то и три уже не считаю в общем купил я лист металла и решил делать бензобак сам короче в общем смотрите сами вот такая железяка пока получается сам получается отсек бензобака вот поскольку тут уже идет карбюратор но они тоже будут перекрываться эта вся часть тоже будет перекрываться но самое страшное знаете что мне это нравится вот эта вся парабола мне нравится пишите сразу комментарий что вы думаете по этому поводу поскольку до конца видео я уже думаю его доделать в общем на данном этапе я поприхватывал сваркой ну само собой этой сваркой обычной электродной поприхватывал как смог потому что металл один миллиметр толщина даже не знаю я сейчас наверное ну не сейчас а завтра уже поеду до сварщика пусть он мне заварит эти все швы вот эти все страшные швы пусть позаваривает нормально сваркой чтобы я уже мог вот эту всю параболу держать в руках чтобы она не развалилась так очередной день постройки бензобака листа все меньше и меньше вот что получается приварил я еще две пластины ну точнее сказать не я ездил я получается до сварщика вот это уже второй раз я до него езжу сколько еще до конца не понимаю какая форма бензобака должна быть которая меня устроит вот и получается весьма неплохо мне кажется вот такой вид спереди здесь пока еще не очень так красиво но пытаюсь по максимальному сделать бензобак большой поскольку очень мало места для самого бака остальное все это будет воздушный фильтр я уже подогнал форму нижней части вот здесь вот надо будет все заварить на этой стороне точно так же вот когда это все заварится я еще подогну вот эту часть сделаю более плавной и сделаю продление придется мне еще пару раз съездить а то еще может три может четыре раза еще съездить до сварщика единственное что плохо он находится на другом конце города мне приходится очень много времени тратить чтобы доехать до этого сварщика чтобы он не поварил но пока мне все нравится пишите в комментарии что вы думаете мне кажется очень даже неплохо получается как для первого бензобака в общем пишите в комментарии что вы думаете по этому поводу и так господа хорошие не прошло полгода короче доделал я на 500 бак не до конца но уже основа видна. Вот такая вот у нас форма интересная получается. Что у меня осталось? У меня осталось вот здесь вот надо добавить одну часть. Сделать вот здесь вот крепление. Ну и само собой это все надо зашпаклевать, залить эпоксидной смолой почти весь по швам, по крайней мере точно все надо пройтись. Вот такую горловину я приварил от Ижа. Крышка тоже Ижевская. Ну очень мне, честно говоря, нравится вот эта вот форма. Нет у острых углов, грубо говоря. Даже если есть вот какие-то углы вот такие, но они сглаженные. Есть, конечно, косяки. Само собой где-то визуально их не видно, но если налить сюда бензин, конечно, оно со щелей где-то найдет свое место, где может вылиться. И потому я буду... Купил я такую штуку в одном из своих проектов. Сейчас покажу в каком. Вот в этом проекте. Это бензобак на Реверстрайк. Я делал из двух бензобак в один. То есть у меня получается средняя часть. Это переходной Юпитер с четвертой на пятой. Вот. И боковины закругленные с Юпитера три, по-моему, или с планеты три. Ну что-то такое. Короче, каплей бензобак был. И буквально по всему шву вот так вот я промазывал вот этой штукой мануловской. Ну, нигде ничего не течет. Все держится. И, соответственно, на этом бензобаке тоже я буду так делать. Мало того, я собираюсь швы промазать сначала. Потом еще хочу сделать стекловолокном все обшить полностью. Для того, чтобы есть такие вот неровности. Их визуально на камеру это и так, в принципе, не видно. Но если рукой провести, реально чувствуется. Вот, допустим, очень сильный изгиб. И это все я буду перекрывать эпоксидной смолой. Вот боковины вообще идеальные получились. Сам бензобак получается вот реально по вот эту вот полосу. Не знаю даже примерно, сколько здесь может быть литров, но я что-то надеюсь около десяти должно быть. Если есть десять, то я думаю, для такого мотора десятки должно хватить, чтобы по городу кататься. На дальняк, конечно, на нем не поедешь. Ну, кто знает. Вот такой вот бензобак получился спереди. Не очень, конечно, смотрится, поскольку такая большая ляпуха. Но я более чем уверен, когда здесь будет другая вилка кастомная, все будет смотреться идеально. Снизу тоже хватает места и немного перекрывает карбюраторы. Ну, то есть, зазоры допустимые, грубо говоря. Ну, над ним еще надо поработать, конечно. В идеале, конечно, если бы поварка была бы, ну, это полуавтомат. И если бы я мог бы хорошо не варить, то реально вдвоем бы бензобак поварить реально там день работы. Ну, такой упорный день работы. У меня это заняла вот эта вся поварка около четырех дней, а то и пяти, наверное. И с тем учетом, что я потерял два дня или три с вот этими вот огрызками бензобаками. Реально просто потеря. Ну, вот такое вот ставить, это, конечно, ужас бы был бы. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу бензобака. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал в описании мой инстаграм. Всем пока! Если вы досмотрели до этого момента, то вы красавчики, то значит вам это интересно. На самом деле, я вообще с удовольствием жду проекты, которые делает Макс, чтобы посмотреть, что он творит, потому что, ну, я вам скажу там по поводу бака. Мы с Серегой тоже там много моментов думали, самодельный бак делать, не делать, английское колесо, еще какие-то моменты. То есть, ну, достаточно такие сложные вещи, которым ты думаешь, думаешь, как это сделать, потом отказываешься от этого, берешь какое-то готовое решение. С Макса, я, конечно, в жопе. Он просто берет и делает, и, как по мне, выходит просто офигенно. Так что, если вы хотите увидеть, что будет происходить дальше, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк. А с вами был Жеков. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова